Могущество 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 погубило и осколки подвезли и вы получили знания. Иначе мы говорим о пятой разе. Ваше понятие это 7 метров. Нет. Мы были землянами что в 15 тысяч лет назад? Сказали много. Можно рассказать подробнее о сути этого эксперимента или этой коллизии 15 тысяч лет назад? Вы повторяетесь? То что было ранее происходит сейчас? Вы можете назвать словом? Заменивший головой. Техника. Огонь. Огонь? Заменивший головой. Заменивший головой. Он не столь все своими. То есть мы, минут 15 тысяч лет назад пришлось к такому же состоянию, что человечество должно перейти в следующий раз, пятый в шестую. Вы правда. Это прогресс для землян или же... Прогресс. Бывайте. Ранее. Вы погубились. Но мы возродились. С умением слова. Вы можете увидеть. Какие нам предпринятия мира? Остаться в таком же состоянии земном или переход в шестую расу неизбежен и полезен для человечества? У вас, правда, вышли. Только потом. И тебя. Неужели состояние землян и земли настолько плохо, что... Мы говорили вам. Ваше слово. Огонь. Мы говорили вам, что один дивидий решает. Он все умеет. Мы уверены, что он не поднесет этого слова. Ваше слово. Ваше слово. Ваше слово. Ваше слово. Ваше слово. Два. Три. Раз. Карманьонис, Невролиталис, Пятикантра. Это первые жители земли. Или тоже внесены? Так. Мы говорили вам. Тарасов. Очень мягким. Это одна из ветвей. Это первожители земли? Нет. Или тоже результат биологического эксперимента? Не внимательно. Мы говорили вам. А раз. Молодцы. Почему они погибли? Почему они ушли из жизни на земле? Ваше слово. Выживая сильнейшим. Ваше слово. Да. Если считать от древних людей, то человечество не менее полутора миллионов лет. Так ли это? Уточните цифры. Не внимательно. Вам трудно это сообщить, да? Это же его маразм. Ах. Наразм. Все. 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 Она ошибочная. И в чем именно? Нет. Она за ошибочной. Она исключается. Бог. Только в том, как ошибка. Ну, неужели можно считать за истинным происхождение человека от обезьян? Почему они сейчас не превращаются в людей? Мы считаем это ошибкой. На данном этапе. Вы говорите о Боге. Если не хотите, то вы страшите душу. То есть без веры в Бога не будет никакого прогресса. И обезьяны не верят в Бога в прогресс. Мы не говорим. Мы не говорим. Мы верим. Первый. И второй. Вы знаете. Вера в землю. Нет, не знаю. Но если человек произошел не от обезьяны, то кто же его истинные прародители? Самые первые. Мы говорим о Боге. Чего? Да, наверное. Не исключаю. Бог. Ваши понятия Бога. Поможете? Сверхразум. Сверхразум. Зачем спрашиваете? Далее. Не будь экспериментом 15 тысяч лет назад над человекоподобными. Смогло ли человечество за этот период эволюционировать самостоятельно до своего нынешнего состояния? Нам кажется, что все-таки эксперимент над растетел земной бым. Человек стал мыслить более продуктивно. Он сумел абстрактно мыслить. Это так? Говорит ли мы, кто мы получили осколки знаний? И не имея их, мы были человеками. У нас есть предположение, гипотезы, что эксперимент 15 тысяч лет назад заключался в воздействии на мозг человекоподобного, то ли инопланетянами, то ли какой-то другой цивилизацией. Это не так? Говорит ли вам планетян? Вы помните? Нет, к сожалению, я не чувствовал это. Сердце не помню. Вы помните. Вы помните? Вы помните. Вы помните? Не очень. Продолжение следует... 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 Чагра? Здесь нет душе. Душе? Напомните, вы помните понятие души? Смотно. Так. Почему вы говорите, душа нараспах? Открыто, брак. Теперь подруги. Покиньте. Браке появился. Это подруга. Вы говорили о душе? Да. Видимо, в людей знание было уже о том, что душа есть, она может закрыться, она может прятаться. Эти осколки знания, видимо, доходят до нас таким образом. Совершая какое-то дело, вы всегда готовитесь. Готовка иногда занимает больше времени, чем в самом деле. Вы согласны, вы согласны. Запомните. Если вы живете в пятой расе, то первые четыре и среди вас, среди вас, среди шестые и седьмые, они приходят к вам. Но вы их не понимаете. Спрашивайте. Мы говорили о положительном. О положительности перехода в шестую расу. В чем выражается главная неудача в пятый раз? Мы говорили вам о выдаче. Ну, вы говорили, что... Мы говорили вам, что не бывает неудач. Вы внимательно. У нас существует догадка, что главный плод эксперимента над землянами – его душа. Это якобы бессмертное формирование, которое способно развиваться беспредельно и в итоге стать ячейкой высшего космического разума. Так ли это? Вы не правы. Вы должны научиться убедить дух. И не больно. Так. Ну, пока мало кто из землян, видимо, может похвалиться этой способностью. У меня правы. Тогда кто? Экстрасенсы уже чувствуют, что ли? Смогу их. А как их жить? Имеетесь, живаемо летом? Да. Ну, какими воздействиями? Человечество две тысячи лет не верит в Христа. И можно ли сейчас при приближении перехода в шестую расу что-либо предпринять? И что вы посоветоваете предпринять? Не говорите за человечество. Вы правы. Но в целом есть сомнения у многих. Но ваши сомнения. Может быть и мои тоже. Научитесь убедить себя. Научите самого себя. И только потом. Другие учите, а не другие. Есть гипотезы, по которой человечество является чем-то в виде грядки, на которой нужна душа. То есть он подпитывает своими эмоциями другие цивилизации. Это так? Мы какая-то грядка? Ваши вопросы есть ответы. Представьте, о чем думает растение о нас. Оно растение разве думает? А живое? Ну, растение вроде живое, но есть ли у нее? Питаемся интеллект. Питаемся. Растение считает вас первым? Наверное. Чуть не может считать так. Нет? Вы не рады. Не говорили? Ваш вопрос есть ответы. Да. Вы кормите с ноги грядки. Не кормят собаки. То есть человечество играет роль питающей среды для невидимых жителей тонкого мира. Этот мир можно так формулировать? Тонким назвать? Да. Этот мир, наверное, и оберегает человечество, так как и мы оберегаем наших животных, которыми питаются и наши грядки. Вы правы? Это не гуманно. Это гуманно. В общем, в космическом понятии. В вашем понятии гуманно. Что составляет основу в таком случае питающей среды, извлекаемой из человека? Его мысли, эмоции или его биоэнергия, которую тоже мало мы знаем. Мы говорили вам о биоэнергии, это физически заставляющей. Вы знаете о сильном уровне. Первый труд является физическим. Вы питаете и физическим. И в основном эмоции. Вы согласитесь, только во пище. Таков ребенок. Если вы рождаете в вашем понятии черные эмоции, то вы будете черными. И питаться отбудут в лапе. А не спрашивайте. Так. Мы подходим к интересным вещам. Если обитатели тонкого мира питают эмоции, то какие преимущественно? Злые или добрые? Страха или радости? Мы не подсвечем. Мы не подсвечем. Так. Но получается, что потребностями тонкого мира объясняются постоянные локальные войны на Земле. Эти постоянные убийства, злая ненависть особенно энергоемки. Так, что ли? Нет. Почему среди землян мало радости, ликования, доброты? Мы полагаем, что нам не питается именно наилучшим образом, когда проявляется злобное чувство или убийство. Вы говорили. Злом меньше. Нам нужно злоб. Пять. Второй. Вы дети. И живете хаосом. И потому вам поярче управлять. Зло. Почему тонкий мир не использует другие энергии? Энергии Солнца, магнитные поля и так далее. Он не научился использовать другие энергии? Вы говорили, не говорили, не говорите за человечество. Бескрасно вам не говорится за мир. То есть, какие-то цивилизации, какой-то мир вполне использует эти энергии Солнца и так далее. Вы можете сформулировать, что же все-таки понимать под тонким миром? Все, которое не может делить вы. Вы живете в физическом миром? Вы мыслями, эмоциями создаете тонкий мир. Мы говорили вам, что вы создали нас. Мы создали вас. Мы говорили вам, что вы Боги. Но вы неразумны. Очень населен тонкий мир. Он больше, чем мир видимый, людской, животный. Не внимательно. Мы говорили вам. А души? Все. Физически. Только я. А души мне души? Матвей Дарьков. Да ясности все равно нет. Хорошо. Физический мир. Это всего лишь малая часть. Вы не понимаете. Кого это вам? Мы говорили. Что? Не можем. У меня вопрос такой. Такой. А кто наложил? Запрет на вот это наше общение? Мы говорили с вами. 15 тысяч. Ага. Понятно. Вы помните. Я помню. Напомню сейчас. Можно задать вопрос. Тонкий мир подразделяется на уровни? Низше, выше и так далее. В вашем понятии, да. Кто входит в низшие слои? Там души убийц, садистов или совсем другие цивилизации, с дистанцией? Другие. А где души убийц, садистов могут храниться? Или они проживают обычную зиму? Они меряются. Весь мир у нас. И не меряется. Нельзя сказать, какие у вас меры? Мы не меряем. Ваша мера. Мы видим силу. Есть предположение, что души гения, пророка в земле находятся в высших слоях. С ними можно общаться как медиумы и как? Каким образом? Моргать. Это сложный процесс. С низшими словами проще общаться? Гораздо. Моргать влияет у вас. Они ищут нас. И потому. И вряд ли чем. Вы ищете друг друга. Согласитесь. Гений может быть и недобранный. Вы сейчас говорите отстраненно? Или вы сами из низшего все-таки слоя? Мы говорили бы. Мы не меряем. Ваша мера. Мы на границе третьей, четвертой границы, где ведется борьба. Борьба за вас. Вы на нашей стороне, мы надеемся. Как мы докажем вам? Или мы вам скажем, что мы от зла, вы поверите больше? Вы согласны? Вы справедливы. Да. Хотелось бы доказательства вашей доброты, вашей расположенности к нам. Мы говорили вам, осенью. Мы говорили вам сегодня, что ищете, то и найдете. Мы говорили вам, что вы решаете, с какой частью вашего понятия тонкого мира. Разговаривайте. Разговаривайте. Ну, обычно хочется разговаривать с положительными образчиками тонкого мира. Они с отрицательными. Вы можете вспомнить, как желали многое доброе. Да, пожалуйста. Скажите, насколько объемны ваши знания? Вы в курсе наших разработок книг, литературы, музыки? Или до вас не доходят эти наши знания? Мы не вмешиваемся к вам, и потом не находимся в эмоциональном плане. Мы говорили вам, что не называем именем, и против вас. Мы понимаем, вот, если хотите, я пользуюсь земли. Поэтому вы не можете нам посоветовать, какие нам книги сейчас для общения с вами следует почитать, использовать. Вы должны, одесса, мы говорили вам о чужой победе и о своей. Вы хотите увидеть мир чужими глазами нашим. Почему? Ну, верно, потому что сами не все это допонимали. У вас, видимо, шире кругозора и возможности в этом. Причина страста. Да не верите себе. Вы ищете свое подтверждение другим. Да, скорее всего, так оно и происходит. Мы говорили вам о любви и говорили страх. Не верен всего лишь в части любви. Вы говорили о себе, что ваша жизнь чрезвычайно скоротечна. Но у нас создается ощущение, что диалог с нами идет один. Причем весьма интеллектуально совершенный индивидуум. Как это у вас получается? Как это у вас получается? Мы говорили, что у вас нет мира в нашей жизни. Но мы и говорили вам, что с вами говорить индивидуум. Вы не внимательны. Далее я говорил вам о любви. И говорил, что страх, нервность, все ваши сердца и чувства одно из сторон любви. Вы поняли? Да, можно это признать. Представьте солнце. Солнце дает тень. И представьте, если нет солнца, теней, но нет и свет. Спрашивайте. Создается ощущение о вашей совершенной памяти, в отличие от нашей. Как она у вас сформируется? Мы говорили вам, вы делаете память на физическую, химическую. Вы помните? Скорее всего, так и было, да. Визуальную, зрительную, слуховую память. Вы не правы. Согласитесь, что слуховая, зрительная, переходит в химическую. И здесь не стоит разделяться. Мы говорили вам о физической, химическом, виртуальном и эмоциональном. Это то, что вы хотите помнить. Более всего, вы пользуетесь эмоциональным. Интересно, можно сравнить вашу память с компьютерной? Каков принцип записи и извлечения из вашей памяти, сведений, которыми вы сейчас оперируете? Мы не имеем память. Ваши понятия. Мы не имеем ни одного из них. Но у вас совершенно... У нас у нас зачастливые... Виртуаль. Есть мнение, что компьютеры, то есть техмонизация человечества, в итоге приведут к деградации человека и подчинению его машинами. Верны ли подобные опасения? Вы только что получили радио. Мы говорили, что вы рабы. Ну, мы не можем сейчас разрушить машины. Они нам помогают, действительно. Но где-то грань, когда она будет нас закабалять, мы еще не уловили ее. Мы не говорили. Вам разрушат. Но вы должны узнать мир. Первый. Второй. Зависит от вас. Или в рабовом. Или хозяином. К такому придет, наверное, не только один индивидуум. Например, Белимов или Губин. Но должно прийти человечество с целом. И здесь с теми. Когда вас лишат ваших игрушек? Кто? Вы. Мы сами сознательно будем разрушать их и уходить от них. Мы говорили вам. О слове того. Привет. Здравствуйте. Мы сейчас, мэр. Если вы говорите, что не меряете нашего мирами, а такое понятие время у вас одинаково с нами ассоциируется ли? Мы говорили, что мы не знаем время. Подумайте. Если мы живем так быстро, что вы не можете измерить, может ли у нас будет время вашей политики? Понятно. Спасибо. Скажите, существует ли у вас единый банк данных, включающий все о человечестве и о каждом индивидууме? Мы говорили о памяти. Собраститесь на банк и память. Одно и то же. Два права. Мы говорили, что мы виртуалны. Мы говорили о единстве, что любое ваше движение отражается во всем мире. Так зачем нам помнить, если мы можем увидеть? То есть вы знаете все о каждом индивидууме на Земле? Мы знаем. Мы с вами говорим о Земле. Вернули гипотезу о существовании информационного поля Земли. Сейчас это много обсуждает. Вы не представляетесь, мы вам говорили только что. Мы говорили вам о миополе. Мы говорили вам о памяти. Да, Земля имеет в вашем понятии инфекционное поле или память. Физическое, эмоциональное, виртуальное и химическое. Чем вы кричали? О земле. Вы можете сказать. Нет. Мы даже не очень верим в то, что Земля – это живой организм. Хотя есть к тому... Это одна из поиграл. Это наша плохая сторона. Наша недомыслие. Аду. Какую роль играет информационное поле Земли в жизни людей? Вы всего лишь приемники. И порой плохо настроены. Да. Душа – ваша основа. Тело практически в вашем безвно. Но вы в клетке. Все, что мы постигаем, любые открытия, мы можем черпать из информационного поля Земли, когда у нас... Вы не логичны. Вы говорили о прошлом, настоящем и будущем. Вы говорили. Мы говорим вам. Прошло, настоящее. Будущего не существует. В нашем понятии. Или же только в вашем. А теперь подумайте. Если нет ни будущего, ни прошлого. Вы черпаете. Не могу сообразить. Мы-то живем другими категориями. Прошлое, будущее, настоящее. Поэтому есть ощущение, что в будущем мы еще больше сумеем. Если я вам скажу, что вы, пожалуйста, приемники. Если у вас что-то осенило, это не значит, что вы просто приняли. Это было создано вами. Очень внимательно. Вы говорили, что они сошлуют время. Подумайте. Ну, это не означает, я надеюсь, что земляне вообще не способны к творчеству. Не только улавливая. Мне кажется, вы думаете. Вы сказали вам многое. Вы говорили вам о времени. Вы говорили вам. Что нет времени. И что вы создаете все. Конечно, это трудно сейчас понять. Но вы можете назвать наименование всех пяти рас, существовавших на Земле. Как вам назвать имена? Нет названия этих рас. Лемурия там, Атлантида, еще какие. Если это... Право. Вы говорите о материках. Мы говорили о материках. Я вам скажу. Первый раз, и не были людьми в вашем полете. И мы говорили вам о крысах. Да. Мы говорили вам о ваших словах. Вы пойдете на всю разу. Но это одна из ветвей. Вы можете не прийти. И вас будут сменить другие. Не люди. Вы поняли? Так может произойти? Решать вам. В этом бы Бог. Интересно, какую функцию выполняли первая, вторая, третья расы на Земле? Они просто расы? Говорили вам о душе. И говорили о клетке. Первые были более примитивные, видимо. У вас есть понятие. Так. Какой раз относилась цивилизация Лемурии? Вторая, третья или четвертая? Вы понимаете, что-то... Ну, подскажите. Не будьте внимательны. Мы говорили вам о сколках. Мы говорили о ветвях. Мы говорили. В вашем понятии, вольная точка вольная. Да. Балансибилизация выше вас. Она была могущественна. И погубила себя. Ваша легенда права. И, притя к вам, вы получили новые уровни. Я ответил. Спрашиваю. Нам придется еще над этими запрессами ломать голову. Период существования четвертой расы вам тоже вы не можете рассказать о нем. Я только что дал вам ответ. Ну, извините. Причины гибели или видоизменения земных рас, каковы они были? Могушество погибает в высший раз, слабость погибает в них. Нас интересует еще, являлась ли гибель расы окончательно для земных индивидуумов или душа субъекта все же сохранялась, затем воплощалась в иное человеческое тело и, может быть, более совершенное. Душа сохранялась одной из ступеней. В вашем понимании земля ильтернация. Душа земли в вашем понимании приходит, она не уходит, и вы не уходите, не научившись. Интересно, после гибели расы, то есть массовой гибели человечества, допустим, как от потопа, возникала ли проблема поиска биологической оболочки для воплощения души? И как она решалась? Вы понимаете, вам сказали много. Мы говорили вам, а я как нас. Мы говорили вам, что есть выечество. Пятый раз кто получили эти все четыре. Значит, вы были ими. Вы существовали здесь с начала земли. Пришла земля, пришли и вы. И не будем говорить, кто пошел раньше. Любопытно, душа человека воплощается в зародыш человеческий при кладотворении или значительно позже? значительно раньше. Раньше? Это для нас непонятно. Ну, вы говорили вам, что вы ждете духовно. Что здесь непонятно? но физическое всего лишь срыва приходит душа. И она ищет. душа матери. Душа матери. Душа матери. Душа матери. Вы поняли? Для нас это совершенно новое познание. Потому что считалось, что душа воплощается или яйцеклетки при создании зародыша, или же только после рождения, на 21 день. Водоплощается. Водоплощается. Тогда мы говорили, что душа вождет в физике. Вы же как бы мне объяснить, что несло жизнь 21 дня. Да, это нам трудно объяснить. Скажите, есть ли руководитель, кто внедрит, руководитель внедрением души в новорожденного? Как правильно, да нет. Он сам убирает своих будущих родителей? Да. Услушается с ними. Да. Почему бывают неудачные выборы допустим, к родителям, пьяницам? Это в вашем понятии неудачно. Здесь есть множество обучений. Первое наказание такое обучение. Третье наказание обучения. Итак, вы приходите, чтобы научиться и научить. Мы говорили с вами о цифрах вспомнить цифру 4. Я все такого разговора не владею. вам цифру 4 обозначают, вы приходите в мир и обучение себя и мира. Мир учит вас, вы учите мир. Ваши логисты понятия ничто не проходит. Мы говорили един. Здесь вы обучаетесь, здесь меняется мир. Вы согласны? Согласны. Но инерция большая. Мир очень медленно меняется. Кажется. Дай Бог, чтобы это оказалось. Вопрос такой. Если мы четвертая, значит, пятая раса, значит, наша цель в жизни научиться научить этот мир любить и самим научиться любить. Вы правы. Скажите, аборт это серьезный проступок людей? Да. За это бывает потом кара на том свете? Проступок. Это убийство. Он называет убийство проступок. Бывает оправданное на наш взгляд убийство? Приведитель. Ну, не нужно ребенок, когда его трудно прокормить, может быть, можно считать, что ему не стоит жить, на мучение рождаться. Вы решаете, стоит ему жить за ним? Ну, в данном случае, получается, мы решаем. Но за это люди убиты его. За это люди потом каются, получают какие-то наказания на том свете. Вы получаете все, что делали сами. вы убили. Будем убить и душа будет помнить все. Это же память будет помнить на прошлом. Но это валили все физическое, а значит, и ваша память химическое, физическое будет будет знать и вы понесите наказание в следующее. то есть когда у нас откроется чахра души, мы скрываем субис. Все. Вы не внимательно. Вы говорите об убийстве. убиты. Вы будете убиты. Совершенно вы не будете знать об этом. Но движение души повлияет на вашу будущую жизнь. меня нужно буквально в смысле убитого. Может быть убиты ваши дети и родные и вы не будете знать причины и считать это горем. Хотите для вас было только наказание? Спрашивайте. Разрешите вернуться к пятой расе людей. Получается, что пятая раса людей существует на земле уже 15 тысяч лет. Это так? Ваш понятие да. Эксперимент 15 тысяч летней давности включил модификацию мозга или каких-то еще иных органов человека и каких-то да? Практически мы говорили о теории да? Вы говорили о душе ищущей пор и ответили нам нам трудно это понятно намеренно ли убрали телепатическую связь из средств общения человека пятой расы? вы не пришли но атланты могли телепатические общения? об осколках знали наш слух не пришел к этому вы не правы он пришел но вы не поняли не займите и вспомните вашу историю вспомните вашу жители что вы делали телепаты да видимо их сжигали в первую очередь на кострах это была ошибка? нет спрашивайте скажите есть ли необходимость возврата к телепатической связи? да то есть ее тогда будет источник тогда будет источник сейчас вы спрашиваете понятно нам кажется что языки необходимость выражать свою мысль звуковой речью снизили возможности человечества это своего рода кодирование словно языковым не имея языка невозможно общаться с ОВМ мы правы что язык наш тормоз хорошо согласны будет ли осуществлен и мне этот вопрос повторялся шестой раз у человечества нас интересуют сроки когда вы не можете это все зависит от вас мы говорили вам что у нее подготовка вы говорили не мы что приходит время оно близко мы чувствуем интуитивно видимо вы чувствуете чувство которое превыкнет оно растет оно делает первые в жизни очень внимательно вспомнить но если растения и животные существуют сейчас они что застывшие первые первые вторые расы что ли нет мы говорили вам вторые не и мы скажем вам что вы не помните мы говорили вам пятые расы это значит что наеме семь четыре предатель вы забываете и не внимательно скажите переход в шестой рас будет ли он связан с физическим уничтожением людей не спрашивая все зависит от вас мы отвечаем вспомните но хотелось виду который может решить ваши судьбы не спрашивая вас вспомните мы говорили слова огонь понесенная пиво вы можете подвижить что же мы говорили вам что вы всего лишь только ответ мы говорили вам о параллельных мирах мы говорили о вас о ваших трудах то есть нам не обязательно ждать вашего права решать будьте вы тупиком и закончите или будете идти мы говорили что здесь вы боги но каждый из нас индивидуально мало что может сделать может быть пропагандой в литературе в книгах мы сможем подвинуть или это на ваш взгляд малоэффективное средство что вы скажете о пророках их слушают но и в то же время они смеются они смеются прошел один привит изменил весь мир мы вам говорили что вы не верите пророкам почему-то вы верите своим пророкам и даёте им власть вы поняли это но в конкретную личность сейчас мы не припомним кто у нас сейчас в настоящее время такой пророк мы верим пророкам мы говорим что вы не верите бил и вы ставите свои пророки ставите угла они решают все за вас и они вознесут это слово на самом деле нет все зависит от вас а на самом деле они не являются пророком кого мы ставим так подумайте но вы можете сказать роль Ельцина в судьбе России да она положительна она имеет вот история ну чего больше я все-таки понимаю он пришел чтобы мы дали нельзя но пока мы следуем говорите о себе и говорите за всем понятно мы с сомнением вы хотите получить готовый ответ не видим их вокруг себя вы спрашиваете о положительном отрицателе вы можете назвать что-то приносящем только позу или только вред мы не правы первое второе мы говорили об экзамене да это экзамене для многих ужасов все что вы скрывали выйдет на руку выйдет для того чтобы вы видели сами и ужаснулись и ужаснулись только тогда вы захотите уйти только тогда вы можете уйти и пойти на новую вы поняли то есть получается пока гром не грянет мужик как говорится не перекрестится так вы правы получается что россиянам еще предстоит узнавать очень темные стороны жизни да много облегчения не будет в ближайшие годы в стране нет скажите воины потопы землетрясения будут сопровождать также эти годы землян ясно чем больше вы создаете эмоциональный порт тем больше вас будет затрясать в физическом плане как мы говорили вам о туши и все физическое и психологическое реакции если вы будете задавать отрицательные будут вам и потопы и самотрясения и не обменяйте на бог либо вы сделали это наговорили вам земля как о живом подумайте спрашивайте ну получается что сейчас причин все больше для ухудшения эмоционального фона земли и людей когда же придут светлые стороны мы не можем радоваться плохому состоянию вокруг нас и светлые получается долго не придут как же сделать так чтобы они все-таки пришли эти светлые стороны мы говорили вам о чем и говорили о вас научитесь радовать тупым и тогда придите и спросите меня почему не радуются другим понятно то есть надо стараться рождать все больше числа людей которые радуются жизнью понимают ее смыслом научитесь радоваться сами научитесь учить себя научите себя или только потом научитесь быть вопрос такой вопрос такой можно ли взять на вооружение нам поговорку что жизнь прекрасна несмотря ни на что это поможет нам да а в религии многие найдут утешение и отдушину и ведет ли она к улучшению эмоционального фона земли да то есть это следует поразвивать строить храмы и постепенно все наладится вы здесь не правы это один исполнитель чем могут помочь человечеству самые просвещенные умы работа так нужно ли инженерным путем изъять из характера человека его агрессивность жадно злобность то чего мы страдаем вы сделаете это на два слова бога уничтожить свой агрессив и сестры это конечное слово не хотелось бы приходить к радикальным таким средствам может быть воспитанием каким-то еще и вы тоже не можете подсказать другому где вам то вы граждане кистам мы говорили вам о душе все что мы скажем это будет лишь только физическое вам можно найти сзади и найти в духовном плане первое второе вспомните как вы решаете проблему злобности и ваш хирургический способ вы помните ну злом уничтожаем злом так наверное да правда вы уничтожаете а этого не следует делать ну вот по дому не понимают по дому можно ли эти чувства плохие агрессивно жадно злобно сидят воспитанием философией литературой да но почему за многие столетия это не произошло уверен в этом некоторые индивидуумы становятся добрее а некоторые только еще злобнее приведите пример вы помните многие столетия столетия не помним о повседневной жизни стали лучше или хуже в столетии ну если вспоминать свою реинтернацию наверное лучше вы знаете свою картию нет я надеюсь что один из два серии вопросов будет посвящена этому мы бы хотели заручиться вашей помощью я вам скажу вы много повторяете в чем повторяем я говорил о вас и о ваших трудах конкретно обедлим я ничего другого это в общих чертах но я бы хотел именно свою реинкарнацию проследить или хотя бы Геннадия Харитонова две жизни мы его знаем так можно дальше продолжать мы не помним в каком виде сохраняется сохранится природа земли при переходе человечества в шестую расу но природа земли будет оставаться по-прежнему такой прекрасной нет она тоже изменится да в худшую сторону мы говорили вам об измене но не говорили худшие плакоты назовите мне худшую природу ну вот человечество приводит к тому что пустыни появляются экологически безжизненные районы мы увидим что землю землю человечество ухудшает не хотелось бы ничего плохо для вас пустыни есть жизнь первое здоровье придет время и вы уничтожите пустыню но для многих не понесет в счастье скажите при этом катаклизме переходе в шестую расу будут ли уничтожены материальные достижения человеческой цивилизации пятой расы говорили вам о физическом изменении почему повторяете но мы не представляем масштабов это что разрушится и дороги и здания и все что человечество сумело сделать да не представляю неужели это все погибнет мы говорили вам что вы можете и не изменится физически мы не говорили вам о гибели но говорили что вы можете принести это это один из путей который убираете вы очень внимательно вы можете перейти и даже не заметив хорошо это немножко обнадеживает тогда скажите какова здесь нет надежды это не обнадежит это наоборот подумайте если я вам приду и скажу вы не погибнет вы будете перед себе верить теперь поделить наверное нет а там не давали вам побольше интересно какова ваша роль наших связняков в эксперименте над человечеством она будет эта роль существовать мы говорили вам что нам с вами по пути то есть у вас те же проблемы что у нас получается ноль мы союзники значит да попутчики попутчики а душа с которой мы общаемся вот сейчас на данном сеансе воплотится что-то материальное когда-нибудь мы говорили вам по четверти для нас осталась какая-то загадка кто идти четвертый не расскажу вам с вами говорил тщательно да уж сколько раз ты ясно говорил пока ничего не ясно то есть получается что те четверо которые с нами говорят это те же мы только так сказать в другом мире подумали мы уже думали не получается мы говорили вам о параллельском миру мы говорили что существует множество таких как с различными изменениями и есть миры где вы были едины и остались ими вы поняли не помните мы говорили вам что вы ведете беседу с самим собой помните но действительно хотите нашего уровня соединитесь но не понимаете висит свою парень да вы предупреждаете спрашивайте скажите нуждаетесь ли вы в общении с нами и не слишком ли низок для вас наш интеллектуальный уровень нет мы когда вы говорили вам о уровне вы стараетесь это мы говорили вам о памяти так мы говорили о глупости глупости и это одно из неумений управлять мы более управляем у вас могут быть рекомендации для нас вот на данном этапе общения с вами что мы должны запомнить следовательно вы должны разобраться во всем что сказано научившись у вас будут другие вопросы и вы уйдете на другой уровень общения мы разговариваем с вами вашим языком на вашем городе но поверьте мы знаем больше вот мы надеемся что эти сеансы не будут пустую и мы научимся и все больше будем мыслить все возрасте так у вас так вопрос такой у нас здесь как говорится пятеро присутствующих из этих пятерых есть те четверо которые должны соединиться находки но если этот четвертый или даже третий, находятся в совсем других странах. Мы говорили вам, что вас врачи вам достаточно. Да, значит, будем еще и сказать. А если я вопрос такой, можно в этой сеансе никак не отразятся, скажем, на психологическом здоровье переводчика? Отражаться. В плохую сторону? У него пробудятся творческие способности, он сможет действительно писать интервью. У него желание есть. У него зависит, что понесенный, боль, люди. Согласитесь, все хорошо, я не знаю, правило, пользу. Еще такой вопрос. А если случится какая-либо непроверенная ситуация во время сеанса, она отразится как-либо на этом? На физическом плане? На физическом плане. На физическом плане. А на психологическом? Да. Справа. То есть, надо технику безопасности какую-то соблюдать? Может, вы дадите какие-то инструктивные данные? Вы говорите, чем, что ты делал? Вы всегда думаете. И согласитесь, вы мало думаете о том, как сделать это. Да. Мало. Скажите, у нас создается ощущение, что вам важны только наши эмоции. Так ли это? Нет. Вы не похожи на наркоманов, а наши эмоции, что чем-то вроде наркотиков для вас? Тогда бы мы не уходили. Куда мы уходим? Мы приходим, когда вы зовете. Мы можете назвать наркоман, который приходит, кто-то когда зовет. Есть ли? Угу. Скажите, в чем может быть взаимовыгодная польза для нас и для вас? Мы говорим, что нам по пути берут. Дорогие. Согласитесь, какие бы мирах мы не всплывали, сколько бы нас ни было. Но если это мы, то мы во всех мирах остаемся с собой. Да, в одном из миров нас четверо. Но вы наши частицы. И мы ищем вас соединиться. И сейчас, в данный момент, поверьте, происходит контакт не только с вами. Мы с минусами, такие как он и такие как вы. Скажите, нам сейчас важно задать частный вопрос. Вам известны Михаил Ивановича Кризов и его деятельность? Да. Она положительна? Мы говорили. Нет. Мы говорили имена. То есть, нам не следует называть никакое имя, да? Золотый. Первый. Второй. Да. На данный момент он приносит больше войны. Скажите, ну, действительно ли, что некая звезда, желтая звезда, сопровождает и корректирует его? Это плод его выдумки? Нет. Это надежда его. Она оправдается? Да. Но в реальной июне нет. Нашей группой в Волске выявлено, что желтая звезда – это планета Сириус. Так ли это? Это ваши проблемы. Первый. И второй. Мы внимательно говорили, что в реальной существовании. Ваши понятия, в нем существуют, как мы говорили вам, а вы решили. Угу. Но он не обманывает себя. И он в Москву, из Виталия, в ваших понятиях нет. Не спрашивайте, принесет ли это пользу. Да. Только веру, ты не понимаешь. Ну да. Приведите пример. Когда я была верна. И вот. Зачем спрашивать. Ну, нельзя сказать, что Чикризов душевно больной? Нет. Его волновая теория лечения рака – это открытие или все-таки болтовня? Нет. В каком полиции нет? Не открытие? Это не открытие. Но не болтовня. Она реализуется? Это начальная стадия. Она может когда-нибудь реализоваться, по крайней мере, в ближайшие десятилетия? Да. Тогда Чикризов следует помогать в этом? Ищите. Понятно. Тогда скажите, какова Виктор Саакян? Известна ли вам эта личность? И какова его роль, его деятельность? Мы говорим о том, что мы не просили говорить. Но нам надо узнать о конкретном человеке. Как он? Он действительно общается с иным разумом? Общался. Он действительно общается с Христом? Нет. Но он уверен в этом и всем рассказывает, что он общается с Христом. Значит, он ошибается. Мы говорили о малыхе. Мы говорили о реальном. Для него мозг он общается с Христом. Моё. Понятия нет. И это не доказано. И вы не имеете права вызывать это душами на вами. Их не знали. Он обновляет с Христом. Вот каков он. Понятно. Вернули его теория и мечта о создании школы космического разума. Вы придёте. И такие школы уже едят. То есть, на положительное явление в нашей жизни? Италии нет. То есть, кто из этого сделает, какой вывод, так оно и будет влиять. Скажите. Имели большие знания. Вы можете. Суторить небольшое зло и большое добро. Верно. Всё зависит от вас. Скажите, он обладает экстрасенсорными способностями? Италии нет. Ну, как оценить его? Мы видели кое-какие его возможности. Получается, что он экстрасенс. Может, и силу вам. Италии. Как оценить его? Как оценить его конкретную ответственность? Ну, если возможно, лучше бы конкретную. Да. Вот, ладно. Но им не верят. Он не зло. То есть, мы помогаем своей верой ему это делать? Да. Он, так сказать... Вот, чем пророком. Они не терпят веры. Они не верят. То есть, они уже были, так сказать, сильны, да? Они были сильны и верующие. Понятно. Он, значит, просто-напросто как гипнотизер? Нет. Он говорит веру. Вы говорили, что вы говорили о гипнозе. Вы говорили вам, что вы находитесь постоянно в гипнозе. Вы гипнотизерите другим. Вы гипнотизерите себя, не зная об этом. Нет, я здесь гипноз вывел просто как аналогию. Нет. Можно ли задать вопрос? Стоит ли поддерживать в Олдской группе и в газетах, статьях деятельность Чеклизова и Саакяна? Нет. То есть, пускай ответственность за их действия остается на них. Не стоит в газете. Понятно. Можно вернуться к дальним, дальним. Какова роль Константина Эдуардовича и Саутовского? Простите. Старую чему, значит. Так. Вы знаете только о его космологии или более. К сожалению, мы знаем мало. И... Я спасла вас. Очень мало читал обрывочных сведений, хотя слышал, что на него основные труды еще не изданы. Но вы же спасены трудов. Простите. Нас интересуют, если можно, проблемы анимальных явлений. Чем для вас представляется явление нефлозных летающих объектов? Это реальность? НЛО? Да. Ну, из каких миров? Параллельных или межпланетных сообщения? И то, и то. Так, понятно. Как говорите? Какова природа НЛО? Вовлечь в физическую площадку. Понятно. В пользу психического и национального. Чаще всего. И в голову приходит к вам изданционального пара. И вы увидите, который ток вы хотите видеть. Скажите, какой энергией они пользуются для перемещений? Я думаю, что он ток. Психическое и физическое. Психическое. Психическое. Физическое. А магнитное и гравитационное поля не причем? Как мы понимаем, физическое. Неудачки. Моя действия. Это что? Я спрашиваю. Я спрашиваю. Обученники физики. Магнитные поля? Да. Зачем спрашивать? То есть они пользуются этими магнитными полями? Парс. Понятно. Объекты одной или разных цивилизаций? Проблема. Понятно. Спасибо. Профессор Альберт Вейник убежден, что НЛО и другие нормальные явления имеют происхождение от нечистых сил. Ваше отношение к его позиции справедливо? Часто. Да. Но Нагурина все обвиняют. С другого права. С чего-то он не прав. Вот вопрос еще. Скажем, где-то, когда он приходит, потом на его название. То есть, если вы воеваете, могут воевать они с подобной нормы. Вы можете пойти добро и со злом. По-разному. По-разному. Может, и так, и этот. Смотря с чем мы пришли. Но они говорили вам, что они подобны вам. Но они говорили, что они пришли от Бога. Ну, поскольку мы в премьерах, так ли я не был. Вы не правы. Но они такие же, как вы. Скажите, почему происходит похищение людей на земле? Мы ответили вам. Ну, где-то первое, второе. Разве вы не проводите цеплямяты наружу. Право считаете, это раздобно? Так же, да. Скажите, боинг сбитый южнокорейский в 83-м году, 1-го сентября. Там действительно люди все похищены были? Вы хотите уйти от ответа? Мы знаем, что там похищены много. Вы, неполученные вам, ненавидели, обвиняете посторонним, а не себя. Первое. Второе. Собоститесь, что на нем заработали многие. И многие зарабатывают обманным путем. Создают сенсацию. И скажу вам прям, не вмешивайте в кайдюк и вновь. Много водолаза не обнаружили в разбитом самолете. Нет, нет, нет. Я читал их интервью. Вы эти термирули? Я читал опубликованное интервью. Это что, ложь? Спрашивайте. Ну, ладно. Какова природа водолазоходства, биолокация? Это прогрессивное для человеческого сознания? Это одно. Ну, не знаю. Биолокация полезна человеку? И будет развитие? Вы говорили вам о полезности обреде. Потому что все может быть и полезным, и вредным. Как используете? Я вам скажу, ранее, колдуны в вашем понятии, используя глаза хвоста и для добра, и для зла. Вы можете послужить, обнаружить больные, тоже кинодельные. Это зависит от вас, что вы будете делать. Скажите, есть ли перспективы в освоении этого научного направления в поисках полезных, ископаемых, решения других технических задач? Да, да. Да, да. Не знаю, не знаю. Ладно, ну, так, еще. В первую очередь, устает от этого или нет? Да. Сколько ему надо отдохнуть примерно? В физическом плане? Да. Нет. А в психологическом? Все зависит от него. Ну, в среднем так. В физическом плане. В зависит от него. В физическом плане. Сейчас. В утро. Понятно. Ну, вот мы сейчас хотим прекратить это дело. Вот такой вопрос, последний, наверное. Вы сказали, поменьше, ну, в таком смысле, поменьше разговаривайте, ибо когда вы говорите, вы не научитесь думать. То есть следует побольше задумываться и молча. Правильно? Да. Как правило, если вы были больными, вы послышали больше. Угу. Все. Ну, тогда до свидания. Спасибо вам. Да. Там, я на этом моменте, ты говоришь, обиды? Да. Судя, я повторялся. Какую роль влияет у вас? Вы похожи. Вы говорили вам. У нас тоже есть дети, но не в вашем понимании. У нас тоже есть мир, но не в вашем понимании. И мы рождаемся. Мы рождаемся. Какой с них на то, я понял, что вы начинали ваше начало, но ваше окончание. То есть вы как разговаривали, озарение, как с ним, духовное видение, посылаете на контакт? Нет. Мы говорили о контакте. Мы начинали контакт. Мы закончили выживку. Будьте внимательны. Мы не ожидали другого конца. Мы не говорили более. Честно говоря, честно говоря, честно говоря, что мы приводили к всем нашим земным шарикам, что он нам дает благие миссии, а может наше тело ввести их в голову, а может забудить на таранях нас. Верно? Нет. Мы здесь практически кто-то наш. Но он мне так сказывает не так. Вы выбирали. Мы позволили вам, чтобы сеть. Будьте взимательны. То есть практически существует круглый мир, так скажем. Мы с ним не нашли, где он будет выбрать. В вашем понятии есть добро и зло. И вообще это. Мы говорили о таблицах. А теперь представьте. Мы говорим о таблицах. Слушайте, мы с вами мечтали. С какой мысль это сделали? Посмотрите. Вы рождаетесь. Вы спрашивали. О рождении. Вы забываете. Мы отвечали вам. Вы рождаетесь духовно. И ваша тема всего лишь реакции. Почему? Почему все, что мы задаваем, вы считаете, что происходит не на земле? Ну, я говорю, что я стану, не делаю. То есть для этого сидящего человека. И, значит, как зажимы были мне сначала, как полететь на землю, потом заплотиться, я не знаю, отказался. И это изменило, почему у меня не столько я полетел. Но тот свет не долетел, но не вспомнил солнце. И еще не посчитал, что это дано. И метрами назад в тело я проснулся. Так было. Вот книги и, значит, про нумерологию я вычислил, что мы природные дары помнались. И все у меня будут изменили. Факт, что я помню город, когда я летел. И это был современный город. И это не знаю, какой-то из будущего, так сказать, древний. Так это я вообще не знаю. В первых мы говорили, что все в туване не принято. Вы считаете, это не земля? Я вам скажу. Земля. Второе. Номер ваш. Ваши понятия. В наших понятиях, в ваш подрождение, вы можете узнать. Номер. Своя жизнь. Вода. И волнит. И вы ползает. Расследование, вы можете увидеть. Похожаю. Вода. Какую сейчас вы поживаете жизнь? Вода. 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 Вы идете в шестой. Как вы считаете? Как вы считаете? Добрый день. Вы не считаете. Тысяча. Какой порядок? Десят. Двадцать. Мы говорили. Один. Начало. Девять. Конец. Начало. Новая жизнь. Десять. Какой порядок? Один. Сейчас это вторая. Только она в вашем понятии. Мы говорили. Тысяча. Это десять. Далее. Вы обнимаете. Один. Сколько человек? Мы говорили. Десять. Это значит, что вы уже живете десятую жизнь. Один. Вы не внимательны. Вы спрашивали шесть. Вы найдете ответ в прошлых контактах. Вы говорили восемь. Восемь. Вы нам говорили бесконечности. Да. А теперь подумайте. Восемь. Вы спрашиваете данных. Да. Ну а что вы меня не отвечаете? Понимаете? Это шесть. Я живу. Десятую жизнь. Девятую. Десятую. Десятую. Вот. Заканчиваем. Десятую жизнь. Шестерку. Дождается она. Бесконечности. Значит я прохожу бесконечности. Может следующая жизнь. Двадцать. Кажется. Кажется. У вас, влаще? У вас есть премия? Нет. Мы говорили. Вам что вы так покерешь время. У вас есть объем? Нет. Метефизисты. Мы заряд. Вы отдаете нас. Мы отдаем вас. Мы говорили вам. Мы говорили. Я не участвовал. Это ваши проблемы. Мы иногда повторяемся. Мы говорили вам, чтобы мы наказуем. Да. Так, он сейчас на проявить. Вы можете ее в полярку? Нет. Нет. Вы их не шли? Нет. Он достаточно профил. Вы как бы. Ты определял человек? И когда снизгарцы четвертый, а не четвертый, а не четвертый, а не четвертый, а не четвертый. Нет. Мы говорили вам, что он достаточно профил. Вы хотите повторить? Нет. Только не рождается. Только тех, кто на земле, и еще побейте. Не внимательно. Они только приходят. Вы это понимаете? Это физическое коне? Нет. Мы говорили вам, что вы рождаетесь даже, вы, духовно. Если у других, так сказать, планов тоже могут запомнировать свои эти планы. Подумайте, что вы говорите. Что вы хотите? Отплету. Пробуйте один. Отплетите один. Вы встанете. Едей. Хорошо. Выставьте. Сапец. Глухой Немой Ты вот сидишь, что все это не до странской эпохи Вы не можете сказать, что он четвертый? Нет Глухой Пусть это все это вместе Нет Вопрос В 7, где раз В 7, в 4 Нет И более Да, а вид Вы знаете, что лучше 10 или 4 Нет Прекрасно Это только шаг Только маленький шаг. Мы и маленький шаг. Вы или мы? Будьте внимательны. Вы спрашивали нас. Да, только через вас мы делаем маленький шаг, вместе с вами. Идем в познание вместе. Мы не ко всем приходим. Вы можете обойти себе третий шаг. То есть мы можем рассчитывать только на свои силы? Да. Но его забеги от чужих сил. Так. А я четвертого, но в следующей жизни мы уже один. Правильно? Нет. Опять четвертого? То есть это просто. Вы можете стать первым. Но рождаясь. Опять будете делены. Вы не внимательны. Да. У вас четвертый. Вы все ленитесь. А миром и духовный план. Да. Но рождаясь. Вы можете. Опять. Уйти. Сейчас здесь так классно. Ну понятно. Дай. Плость я думаю вдвоем. Нет. Любая. Любая плоджива. И во всех. Разsl WITHIN. Тошл happened. Не знали. А он данный более. Изменения не произошло вы, что стало пресмотрено в следующих. Вы хотите увидеть мир в чужем магазин? Хорошо Или вы будете слепцы, им всего лишь повыдевить? Но оставив вас, вы не пройдёте Скажите, прямо? Текст в рубежной виде? Нет Могу им помогать? Скажите, в бодром состоянии? В бодром вы пишете Когда вы пишете, вы только врачом пишете Мы говорили вам Мы должны учиться вам А к ним? А вы пишете И нас спрашиваете Я сейчас не представляю, что если вы пишете, но вы очень интересно А то сейчас вы чувствуете Вы не внимательны Зачем мы Зачем мы Делаем всё это? Да Если вы не помните Вы пишете Именно спрашиваете, как писать? Да Вы не понимаете, что вы пишете Хорошо Я могу подиктовать вам всю книгу Что это даст вам? Я могу сказать, как вы будете писать её Что это даст вам? Это будет ваша победа? Это будет ваша победа Это будет ваша победа Это будет ваша победа Вы не понимаете Вы спрашиваете Вы спрашиваете Я Спасибо Вы спрашиваете Вы не внимательны Я вам не думаю Что это даст вам Мы дали вам ответ Что это даст вам В прошлый раз Почему В прошлый раз Почему В какой цели будете писать? Что это даст вам Что это даст вам Это не Это не Это только шаг И от вас зависит В какой дороге пойдёт Понятно Но уже нужно рассказать Что Ничего не пришло Нет. Вы нашли противостояние. Вы знакомы этим учениям? Нет. Учения, конечно, более приема, чем учения постройки. Только ли? Но и там. И учения, конечно, и учения, конечно, и учения постройки, и учения постройки. Их с ним писали. Их с ним был каранес, священный век. Но я понял, что опять лишь писал. Он был песчик на улах. Бошик поможет. Но я хочу сказать, что все эти три велики, как четвертое веки, объединяют ценности человека. Первый. Вы не знакомы ни с одной из этих людей. Второй. Не будучи знакомы, как вы можете говорить о поживостойнике. Третий. Для чего пишется? Существует четыре направления. Если они... Первый. Одну технику четыре. Второй. Вы обязаны пойти к цели. И при этом не обязательно знать. Вовремя перечислены религии. Ваши понятия не религиозным грешен. Пока вы будете думать так, вы никогда не любите. Это смысл написанное, что вы говорите. Это дорога. Это шаг. Мне внимательно. Это одна из дорог. У меня одна единственная дорога, которая идет. И это только шаг. Есть на множество дорог. Ибо вы можете написать книгу. И она создаст множество дорог. Нет. Изначально. То есть, ну, как сказать, кофе в дерево. И словами, и словами. Мы хотели. Мы вообще хотели. Да. Ваня. Да. Но она существует. Вы говорили о времени книг. Мы говорим вам. Забудьте о времени. Вот это надо. Вы меряете древностью книг. Согласитесь. Это глупо. Цена их не зависит от времени. Ну, там разный стиль. Готовер. Хорошо. Представьте. Вы у меня. Будет. Я приду вам. И буду говорить, я заряд. Меня поймут. Естественно. Зачем спрашиваете? Так мило бы с тобой повредить. У вас рождается новая Библия. Ты где-то ее живешь? Нет. Я слишком горды. Она не будет писана вами. Но это будет только одна из глав. Первое. Рождается новая Библия в вашем понятии. И она будет написана другим языком. И глупо будет говорить. О нужности. Считай, я время. Это будет и вопрос. У вас ждет ребенок. У меня есть. Это ваша невнимательность. Небойная. Это ваша не образовывается. Нет. Это ваше не хотение. Нежелание время. Не оправдывайте себя. Если вы просто все не пошли. Вы считаете себя духовно. Вы видите ее? Вы считали? Я ощущаю, что я вижу. Если человек умирает, то почему он умирает? Это говорит о душе? Я говорю о душе. Я говорю о душе. Есть душа. Разве? А что пытается? Смерть человека доказалось, что нет души. И доказалось, что есть душа. Своя тиск. То есть, что вы были неудачливыми. Какой пример? Может быть, вы? Лишь так, чтобы вы получали готовый ответ. Вы должны думать. Вы знаете сами. Никто вас не поведет. За чего? Вы невнимательны. Знаю. Хотя бы одну из этих людей. Вы бы не задавали эти вопросы. Нет. Да. Она была жена? Мы не ответили. Повторю. Она не была ни тем не другим. Мы их вы спрашивали. Мы отвечали вам, что человек может идти множество жизней. И еще не дойти. И можно прийти мгновенно. Будьте внимательны. Жизнь. Человек может идти множество жизней. После которого все. Самое обсуждение. Мы же в арте повторили ответ. Если я не знаю. Таков вопрос, таков ответ. Глобальный вопрос. Мы вам дадим глобальный ответ. А если вы будете задавать ниггновенные вопросы, вы не задаете с вами ответ? Да. Вы удары вас. Могом говорить, не более того, кто знает переводчик. Точнее, что позволит. Точнее, что вы хотите узнать о прошлой жизни. Да. Остается. Можно сказать, если вы знаете прошлую жизнь. Вы знаете обо мне больше, чем вы знаете сейчас. У нас в религии запрещающие контакты. У вас их три. У нас, это у кого? На земле? В данный момент? Или в России было? Хорошо. Вы подумайте, что задали вы. Было три. Я хочу научить меня дома. В России было пять, в Англии было семь, во Франции было восемь. Вы так хотите сказать? Угу. То есть вы видите? Вы не поняли. В России? Я не скажу более. Назвав ее я. Скажу, да. Или нет. Хорошо. Так. Это были ботки? Нет. Это были православные? Нет. Котольцы? Нет. Ветеране? Нет. Не снимай. Нет. Просто так? Да. Угу. Проблема прошла. Мы говорили о суде на безбирательстве. Мы не говорили о следствовании внимательно. Это первое. Второе. Вы перечисляли духовные религии. Мы говорим вам, что ваша религия была материальна. Материаль? Материаль? Материаль. Материаль. Материал. Материал. Называйте. Европейская часть? Нет. Азиатская? Нет. Азиатская? Нет. Сибирь? Нет. Север? Нет. Юг? Нет. Центр? Это была не Россия. Что с Казахстаном? Санченко. Это был другой материн, еще брать землю. Вы спрашивали, что это в России? Я сказал нет. Вы не внимательны. Была в Латвии? Нет. Какое-то здесь паршивское сгубы. Вы помните Латвию тех времен? Российская империя. Не уходила в то время Финляндия и Польша. Это была Россия? Это была Российская империя. Разве? Да. Согласно истинам. Это мы на Сочи. Финляндия. Была Российская империя? Нет. Сочи. Это не ушла. Докажет вам обратно. Саша, это было всегда мне? Нет. Вы нам не можете сказать конкретно, где это было. Мы не даем конкретно. Мы дали вам. Вы должны научиться думать. Первое. Второе. Вы повторяете. Доник. Да. Вы повторяете. Что вы пришли? Кто вы облачали? Вы пришли. Кто вы им разоблачали? И куда как-то это пришли? Если в переводчике за ночь уже... Если что-то так сказать. Средствами не было. Мы говорили о контакте. А, в общении о данном комплекте. Мы спрашивали вас, когда можно разговаривать с покойником. Почему вы так невнимательны? Вы хотите поймать нас на нелогичности. Нелогичны сами. Вы забываете свои вопросы и наши ответы. Как говорить с вами? Мы приносим свои движения. Так сказать, не будет. Я прошу разоблачать. Может, я чем-то знаю? Вы хотите прошлое? А, не знаю. Первое. Второе. В физическом не мог сказать на что. Да, понятно. А что вы сказали? Не понял. Состоялся раздавод. А, нет. Мы говорили вам. Вы извинялись. Вы повторяетесь. Так, вопрос такой. Извините, где существует душа? Она и часть души. Вы видите, что у нас частица души. Между рождением нового. Вашим понятием? Да. Она может прийти из любых полей. Хорошо. В каком уровне была его часть? По стране. По стране. А до страны семь человек? По стране. В каком уровне? В конец 3-4-го. Вам что-нибудь говорит об этом? Да, говорит. Мы давали. Прошлое. И там. Говорилось прямо. А еще такого вопроса? Сохранить? Скажем вам. Четвертый уничтожил ваши труды. Вы невнимательны? Да. Четвертый человек. Вы считаете нас на юге? Нет. Вы считаете нас на юге? Вы считаете нас на юге? Нет. 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 Вы считаете нас на юге? Вы считаете нас на юге? Вы не внимательны. Были. Уничтожили. Ваши мечты. Почему вы так глупы? Почему вы не му... Он погиб в 14-м. Здесь вы правы. Вспомните его слова. Его последние слова. Я помню. Я просто спрашиваю. На чем тогда спрашивайте? Нет. Я не могу спросить. Я не могу спросить. Я не могу спросить. Я не могу спросить. Вы спрашивали. А премьи? Смель. Я не могу спросить. Другая жизнь, которые вы не верите. Да. Вы что, вы на моем канале не задали. Пойти сами? Нет. А с вами можно дойти только, насколько я сам. Я не могу спросить. Я не могу спросить. Вы смогут и провести. Нет. Вы смогут и провести. Жизнь? Не восклинула? Да. Цена. Чем? Вы покупаете? У меня блога. Да. Вы знаете цену своей людей? Блога за него и ожидает? Да. Расскажите. Что вы хотите? Вы знаете? Я начинаю вспоминать. Значит, просто можно садить. Выкаживай, как вы живете. Он не любит еще. Выкаживай. Что мне дальше делать? Выкаживай. 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 В прошлый не будешь. Да. Выкаживай, зачем вы? Да. 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 То есть, довольно нет, чем будет. Вспоминать. Как это? Это значит, соединяя все жизни во всех веках. То есть, я живу, так сказать. Довольно раз соединяюсь. Ну, это понятно. Я точно себя пока не знаю. Ну, это действительно у вас. Все ваши прошлые жизни уходили от вас. А не у вас. Я тогда не помню. Вы не помнишь? Мы говорим. У тебя от времени. Говорим, что для вас существует и прошлое и будущее. ẫn Смы— Скаживай, это versions. Не fasо и получается. То есть со JOHN К우�披. mantener находятся между плохими веками. Но поглощение. … Прошу. Чаще всего вы существуете. Чаще всего вы существуете. Вы существуете? Вы правильно задали вопрос. Чаще всего вы существуете. А не живете. Жизнь не страдает. Мы говорили о единстве. Мы вам говорили сейчас о времени. Душа не признает время. Душа не признает время. Мы признаем время. Материя признает время. Приведите время. Человек раздается, человек умирает. Материя признает время. Материя признает время. Материя признает время. Хорошо. Ваша материя лично познает время? Я ранее. Пошел тебе. Она знает, что такое время? Вы мне скажете, сейчас так. Я вам скажу, вы меня не управлять. Вы должны меня управлять. Мы искорить не будем. В блоке? Да. Можно и так. Можно и так. Что вы не захотите? Вот я буду. Адрик. А что вы? Не что? Понимаете, как будто это? Кто никогда? Как еще раз? Жизнь похожа на штамп. Мы повторяем тот же путь. Только данный постпорт исправит заши. Как дела? Зачем? Не знаю. Совершенно. Не знаю. Здесь это штамп. Штамп именно вы? В направлении штампов идут, как говорится. В направлении вы правите выбор. И вы делаете выбор. Практически. У любых понятий штампов не существует. Что такое судьба? Это ход. Ход? Можно ли это заменить в ход? То есть судьба? Вы обязаны это делать. То есть судьба зависит от человека? Судьба это течение. По течению. Подавайте не будем говорить. Посмотрите. А как различает повышенное течение, где вы получаете течение? Как вы отличаете? Чем больше получается, чем больше получается. Это один из ответов. А вы есть? У них новость. Есть вы здесь, а вы? Нет. Пуществует и наказание. Наказание не приносит. Чего? Что выражается наказанием у вас? Да. Я спрошу у вас. Ваши понятия наказание. Душевная боль? Только. Нет. На принципе речь идет о душе. Согласитесь, что если вы болеете душой, то вы будете болеть физически. Первое. И второе. Вы говорили вам, что нас не интересуют физическими. Почему? А раз, для чего человек забывает, потому что и неведомое на будущее? Мы говорили вам о времени. Вы разделили. Ну, несложно понять, что он сейчас все сделал, но человек по сторонам фасистского узнания. Нам уже говорят. Это вам решать. Это решать вам. Вы приходите. Вы завертите. Так, просто контактно вы сказали, что он, значит, как восприставить это, значит, каждый ваш, скажем, индивиду, которые в мгновении, и в то же время вы идите. То есть, один. Я бы не обрадовался. Нет. Мы же говорим с вами. Может, значит, для вас в удовольствии. Так сказать, вы идите. Мы говорили вам о единстве. Да. У нас есть индивидуум. Вы невнимательны. Вы мне сейчас говорите обидуум? Да. Да.